Если я сейчас скажу, кто знает технологию смарт, кто их пользуется, ну хотя бы для своих личных целей. Я про вот, вот когда мы это делаем вот тут, я тоже не сторонник писать, научилась писать гораздо позже, потому что на самом деле очень многие вещи, вот тут, пока мы их гоняем, мы их уже там и сделаем ведь, особенно те, которые результатники, а потом уже как-то они вроде рассосались. Но я не про это, я про то, что если мы цели ставим, да уж там по этой технологии или по другой, свои собственные, то по смарту абсолютно классно ставить задачи подчиненным. Они кажутся несколько искусственными, они кажутся, зачем так подробно, я не говорю о задачах текущих или регламентированных, которые они у вас делают там каждый день по 25 раз. Я говорю, когда вы вводите новых сотрудников, я говорю, когда вы готовите человека к переводу на другую должность, я говорю о нестандартных ситуациях, которые создаются, я говорю о скоростных решениях, которые надо принять быстро. Вот тогда очень часто смарт бывает весьма полезен в части постановки задачи. И пока вы ее задачу ставите, она иногда самому становится понятнее. Да, и некоторые вещи, которые мы хотели там, может быть, еще плюсиком, мы убираем, потому что там мы начинаем понимать, что наш сотрудник бывает, да, там, помните, про конкретное. Когда мы начинаем описывать конкретный результат, который мы хотим получить в результате, у нас иногда картинки не совпадают, потому что чем выше мы поднимаемся по карьерной лестнице, ну, к сожалению, тем больше у нас иллюзий, что мы знаем, как работает наша компания. Правда. Даже если у нас все бизнес-процессы прописаны и зарегламентированы, прошла на собственном опте не один раз. То есть в одной из компаний, ну, как-то тогда вообще было просто модно, даже не такая была уже, наверное, большая потребность, потому что компания сама из такого регламентированного бизнеса, ну, казалось, все же бизнес-процессы описывают, я сейчас тоже, мы сейчас тоже как опишем. Компания большая, 500 человек, 97 точек розницы, 25 тысяч квадратов площадей складских, ну, крупная компания, транспортный цех на 40 автомобилей. Все замечательно. И мы решаем прописать бизнес-процессы по всей компании. Мы собираем в одной комнате людей из каждого подразделения, причем желательно, ну, того, который все про том знает, дольше всех работает, наибольший профи. Мы их собрали двое суток с двумя консультантами. Они просто сидели тупо. Мы делаем там, начиная там с заявки по ставщику на товар. Да, вот мы заявились. И дальше пошли прямо параллельно документы оборот и передача ответственности по людям. Мы выявили порядка 20 процессов, которые у нас уходили в никуда. Да, но это был позитив, пожалуй, единственный. То есть люди делали какие-то отчеты, которые, потому что для кого мы туда отдали, вам для чего. Не знаю, когда это делали для начальника, теперь урнируем, ну, или складируем в папочку. Да, вот какие-то такие вещи у нас, конечно, нашлись. После этого мы эти бизнес-процессы описали, все было замечательно. Но прошло немного времени, месяца три, и руководитель проекта, который у нас этим занимался, и я его попросила, говорю, слушай, надо промонтировать ситуацию, что происходит-то? Что бы вы думали? Все процессы вернулись обратно. То есть пока вот этот процесс встанет в нормальный регламент, который исполняется привычно год, и весь год надо проверять, делают, не делают, делают так, как сказали или не так. Потом встает, конечно, легче. Но это опять же в каких-то компаниях, в которых это суперобязательно. И поэтому, когда мы говорим вот про такие вещи, которые мы иногда так... Где-то вот как у нас была такая-то некоторая дань моде. Потом я поняла, что мне надо было это делать немножко по-другому. Может быть, не все, а частично для отдельных каких-то подразделений, потому что там был хаос, и надо было как-то упорядочить. А там, где вот на складах все было регламентировано, и работало по программе, зачем было мучить людей, и потом еще гонять их без конца. Ну, наступает некоторый вопрос здравого смысла. Когда мы говорим о постановке целей и задач, понимать, что то, что у нас отрегламентировано и уже стоит, и откатано, понятно, что это не про это. А вот про остальное работает. Попробуйте ради интереса поставить задачу по члену по смарту. Может быть, первый раз тоже посмотрят на вас. Немножко как-то странно, потому что вы так никогда не делали, а не потому что это как-то не так. Второй момент. Послушайте, что вам скажут в ответ. Насколько будет уточнений. Совпадет, не совпадет ваша картинка, результаты, так ли он думает. А самый занимательный вопрос всегда начинается по алгоритму, когда мы начинаем обсуждать. С процессниками мы алгоритм обсуждаем, с результатниками мы алгоритм, как правило, не сильно обсуждаем. Мы уже результаты озвучиваем. Попробуйте их там по дороге начать контролировать. Раздражения не избежать. С процессниками проще. Их контролируешь с самого начала и постоянно. С момента постановки задачи. Поэтому с ними особенно важно, чтобы им все было понятно. И самое главное, возникает вопрос согласованности, который мы в своем загруженности не всегда отражаем, когда кидаем к какому-то подчиненному задание. Потому что он там тоже чем-то гружен. Иногда кто-то в общем не сильно, а иногда люди честно говорят, я не успею, я не могу. По большому счету, когда у вас начинают как-то временем напрягать, по большому счету самый хороший способ, известный с советских времен, хронометраж. Хронометраж. И желательно бы сесть вместе с ними, потратить один раз на виду всего отдела с одним сотрудником, отхронометрировать. В общем, желание как-то привирать, ну или как-то подтасовывать действительность, пропадает у всех остальных на некоторый период времени. Не навсегда, правда. Пока им кажется, что вы там бдите за ними. Здесь абсолютно замечательно. Когда вас начинают чем-то другим, например, да, чем еще обычно говорят, когда вы пытаетесь что-то поручить? Вы пытаетесь проделегировать, а они не берут, если в переводе на управленческий язык. Хорошо, если вы руководите своим отделом, все про него знаете, но даже в ваше отсутствие кто-то, да, реально, бывают такие прецеденты, когда руководители сверху кидают задание вашим сотрудникам, и не всегда вы в курсе. И поэтому, когда мы говорим про согласованность, мы говорим как раз про то, чем загружены ваши сотрудники, на самом деле, кроме той задачи, и дальше начинается, ну, вот та самая замечательная вещь, как расстановка приоритетов, да, это вот то, с чем мы обычно работаем. Поэтому в части, когда мы говорим про делегирование, нам реально чего-то хочется дать, ну, здесь вопрос, опять же, да, поговорить, разговаривать. Прежде чем мы начинаем заниматься делегированием, мы определяемся, кому. И этот кому у нас, чем отличается от остальных? Самый компетентный, самый экспертный, самый профессиональный и так далее. Безусловно, мы определяемся. Но дальше, когда мы с ним определились, поставили ему задачу, дальше у нас возникает вопрос, что мы с самого начала, да, когда мы ставим задачу, мы уже понимаем, по его загрузке, по его компетентности, примет, не примет, по его реакции, готов, не готов. Очень важно определиться с этим человеком и провести какой-то определенный разговор. На самом деле, очень много еще идет побочных вещей, которые нам надо сделать. Мало просто отдать. Встает вопрос контроля. Контролируем опять же. Ну, условно, даже если это процессники. Одним способом, результатники другим способом. Одних в конце, других в начале. И плюс еще периодический контроль, чтобы не притормаживали, потому что процессники у нас чего делают? Застревают. Они же прямо там внутри получают кайф от того, чего делают. И чем глубже, тем лучше. Еще про это надо узнать. И вот здесь проконсультироваться. С результатниками немножко по-другому, да, чтобы не раздражать. Про что еще важно, когда мы занимаемся делегированием? Здесь у нас очень важно про информацию тех, про некоторую публичность вашего процесса делегирования. Потому что очень часто, когда вы ставите задачу, вы же свою иногда отдаете. И то, что вам в соседнем отделе дадут информацию по звонку, свистку, еще как-то, вашему сотруднику не факт. Поэтому, если вы чего-то ему поручили, то вам надо всех смежников, которые работали с вами, например, по этому вопросу, предупредить. И не просто предупредить, что он теперь это делает. Относитесь к нему, ну, если уж не как ко мне, то, во всяком случае, с должным, да, не пинайте его просто так, а относитесь к нему достаточно хорошо. Есть еще один момент. Мы очень часто даем задачу, но не даем ресурсов. Или надо хотя бы выяснить, есть ли они у него для того, чтобы это сделать. Время – это ресурс. Какие-то, может быть, дополнительные информации – это ресурсы. На ее поиски тоже необходимо время и так далее. Надо понимать, что у нас есть, если у нас есть алгоритм решения, который мы с ним обсудили, чего у нас не хватает. И это додать, если уж на то пошло. Ну и на самом деле есть еще один момент. Здесь мы тоже говорим о сроках. Для результатников это одно, для процессников – это контрольные сроки, не только последние, да, но и промежуточные. Потому что когда мы ставим промежуточные сроки, что происходит с нашими подчиненными? Ну, с вашими подчиненными. Если они знают, что завтра вы их спросите. Больше вероятности, что они это сделают? Конечно. Конечно, что-нибудь отложат, но это сделают. Во всяком случае, процесс не будет так буксовать, явно, когда вы это знаете. Есть еще один момент, да. Есть люди с внутренним типом референции, есть люди с внешним типом референции. Внутренний тип – это когда люди ориентированы на свое собственное мнение, на себя. Внешнее – это когда мы зависимы от окружающих. На самом деле мы все зависимы от окружающих, мы в России живем. У нас, в общем, к сожалению, менталитет такой. У нас ярко выраженных внутренней референции, они есть, безусловно. Обратите внимание на жестких профессионалов, таких хороших, знаете, качественных стажистов, или, например, на возрастных сотрудников. Тоже очень часто там уже некоторые изменения житейские произошли, плюс профессионализм, экспертность некоторая, они так становятся упертыми такими. И вот с этой точки зрения тоже можно задания давать по-разному. Иногда мы смотрим, ну, вроде профессионал. Дали задачу, он каждые 20 минут, ну, не 20 минут, но каждый час, день, бегает, спрашивает, бегает, спрашивает. Ну, знает же все сам, делает правильно. Чего спрашивает все время меня тут? Вот этот человек с ярко выраженным типом внешней референции. Ему надо получить ваше одобрение, он боится ошибиться. Решение принимать он вообще не умеет, если он яркий. Но, опять же, у нас нет ярких вот только с таким кифом или только с таким, мы все в какой-то части. И поэтому для начала, причем взаимодействовать с сотрудниками, очень важно понять про себя. Насколько я результатник процентов, если себя взять за 100, насколько я процессник. Я-то как в отношении сотрудников себя проявляю? Насколько я по референции зависим от мнения окружающих, от той референтной группы, которая присутствует? Референтная группа — это абсолютно значимые для нас люди или группа товарищей. Это могут быть родители, это могут быть вышестоящий начальник. У топов — это, как правило, собственник, мы от него зависим. И поэтому в этой части, конечно, мы по-разному себя ведем. Поэтому если у нас, когда мы ставим задачу человеку с внешним типом референции, понятно, что нам придется его контролировать, и чтобы он к нам не приставал, вот здесь вот то самое писать очень полезно. Внутренние коммуникации у нас сейчас развиты достаточно хорошо. И вообще писать задачу, описывать задачу, постановку задачи, если она особенно нестандартная, хорошо, подписали, это, знаете, как с двух сторон договор на самом деле. Потому что очень часто, когда наши сотрудники чего-то не делают или ошибаются, они чего говорят? Вы так сказали. Поэтому, когда у нас написано, да, это, в общем, как-то вот, мы с тобой вместе писали, или я писал, тебе отправил. Вопросы есть, ты вопросов не задал. Да, ну, как правило, опять же, на вопросы есть, задают вопросы? А как надо спросить? Скажи, как ты будешь делать? Да, больше в форме совета, потому что, ну, знаете, есть такое, если вы хотите сотрудника загубить или готовить его к увольнению, давайте ему задачу, и каждый раз в конце задачи ему говорите. Ну что, тебе все понятно? Чего он будет говорить? Даже если он вообще ничего не понял. Чем задача сложнее, чем громче понятно, тем, ну, и факт, что он не выполнит задачу, три не выполненных задачи, он свободен. Тоже вариант, да? Вот это понятно наше волшебное? Вот в лексиконе руководителя его быть не должно. Сама этим страдаю, да, иногда у вас же спрашиваю, понятно. До сих пор не избавилась. Да, хотя пытаюсь контролировать процесс. Правда, такие слова привязываются напрочь. Ну, это опять же, да, некоторые такие, я тоже понял, а тебе понятно? Понятно, что люди не отвечают. Поэтому очень внимательно смотрите, как вы их про это спрашиваете. С чего начнешь? Как ты будешь это делать? Да, и чем больше заинтересованности, ну, вот здесь вот, тем больше шансов, что он что-то вам скажет. Для меня лично, да, для, как для руководителя, доверие – это одно из основных. Вот, пожалуй, такая доверие – такая ценность, которая должна быть. Ну, наверное, потому что я, по сути, тяготею к демократическому способу управления, да, к такому, но, опять же, больше к ситуационному. То есть, если в режиме кризиса, ну, какая там демократия? Сжим и все. Да, или там напряжение жесткое, решение только мое. Но когда есть такая возможность, или у меня компания, да, если уж не творческая, то во всяком случае как-то, ну, с продажниками в авторитарном режиме не поговоришь, да, то здесь, естественно, идет другой стиль управления. И вот здесь про доверие – это для меня лично очень важно, потому что это для меня ценность. Есть ряд руководителей, для которых доверие, в принципе, ну, знаете, как у Ленина – доверяй, но проверяй, с таким цинизмом. То есть, как бы я тебе что-то доверил, но я все время держу тебя под контролем. Вот доверие – это про другое. Доверие – это про то, что уровень ваших компетенций, ваших сотрудников таков, вы же им отдаете, делегируете тогда, когда вы уже готовы им отдать. Если вы начали доверять, так доверяйте до конца, а значит, дайте им право на ошибку. И они про это право должны знать в самом начале. Потому что у нас очень часто связано, что у меня, как у руководителя, есть право на ошибку, а у подчиненных нет. На тренингах, особенно у молодых руководителей, это очень ярко видно. Они настолько боятся, что их только что назначили, не соответствовать и так далее. У них вот это очень ярко. Главное не ошибиться. Главное соответствовать той должности, на которую меня сейчас поставили.